Интервью с Рошаном Аскером, команда которого сегодня уступила телезрителям, но тем не менее вышла в зимнюю серию. Рошан, как вы оцениваете свою собственную игру сегодня, игру вашей команды? Знаете, такое выражение, что победа – это заслуга команды, поражение – это вина тренера. Ну, у нас нет тренеров, значит, это вина капитанов. То есть в данном случае это не какая-то поза, не какая-то попытка взять вину от себя. Но действительно, дело в том, что сегодняшнее поражение целиком полностью на мне, как на капитане. То есть я сделал как минимум три ошибки, которые стоили команде поражения. Поэтому, при том, что очень хорошо играли все, мне не в чем обвинить и упрекнуть никого из игроков нашей команды. Девочки были, как обычно, блестяще выглядели, замечательно играли. Вот, все было правильно. Лала вообще отдельно благодарность заслуживает Ие, которая придумала при счете 4-5. Она придумывает вот эту версию с карандашом. Это понятно, что это абсолютно правильный ответ. То есть все играли. В общем, все были молодцы, один я. Накосячил, грубо говоря. Мягко выражаясь. Ну вот, поэтому свое предложение, это было для меня, как для капитана, последняя попытка реабилитироваться перед командой, сделать максимум. Да, это было за пределами правил, за пределами регламента. Но, знаете, если есть сумасшедшая какая-то идея предложить, я не был уверен, что согласятся кто-то. Но я должен был для очистки совести сделать это предложение и понять, возможно это или нет. Потому что как капитан, он должен биться до последнего и последним покидать корабль. И до тех пор, пока ведущий не сказал, эта игра окончена, до свидания, то я мог бороться и я считал своим долгом. Не знаю, могут осуждать, не осуждать. Мне это, честно говоря, мало волнует, потому что, во-первых, меня волнует интересы моей команды. И если для интересов моей команды нужно было сделать это, то я как бы делал все, что… Как я понимаю, для того, чтобы эти пять девушек были счастливы. И если я могу сделать их счастливыми, выведя в финал, то пусть даже таким способом. Скажите, на ваш взгляд, насколько справедливо принято решение по отношению к команде Тайра Мусаева, которые фактически лишили своего полноправного места в зимней серии? Ну, значит, справедливо, несправедливо, да. Во-первых, что никогда это играя с элементами справедливости. Во-вторых, никто насильно ни у кого ничего не отнимал. Было сделано предложение, представители команды Тайра Мусаева как-то отреагировали на него. Ну, скажем так, я думаю, что этот вопрос был правильнее задать команде Тайра Мусаева. Я единственное, что я могу сказать, что я благодарен Джангеру Форджулаеву за благородство, за широту души, за дружбу. Потому что он сделал, конечно, очень широкий жест уступить, пусть даже не всю, но половину своей игры. Это довольно широкий жест, это очень сильно, очень благородно и очень так, ну, по-мужски. То есть у него, как вам сказать, скажем так, если вы хотите знать морально-этическую сторону вопроса, скажем так, его ответ был более морально-этичным, чем мое предложение. Вот, ну, это уже как бы вопрос наших личных взаимоотношений, потому что, как вы видели, и ведущий был не в восторге, мягко говоря, и хранитель традиции был против. Но тут как бы то, что Джангер Форджулаев, представитель команды Тайра Мусаева, пошел нам на встречу, за это ему спасибо большое. И будем считать, что мы в долгу перед этой командой. И что вы ждете от своей игры и от игры вашей команды в зимней серии? Ну, довольно странная будет ситуация, действительно, что мы будем играть, но все равно место будет одно, и мы… так сложится ситуация, что какая-то из команд выйдет, ну, одержит в итоге победу, и, может быть, мы так перекроем дорогу команде Тайра Мусаева. Ну, так же и они могут нам, да, стать победителями этой сдвоенной игры. Единственное, я согласен с тем, что зритель, который будет смотреть, или зритель, который будет смотреть эту игру, они получат два в одном, да, они получат игру двух команд за один прием. То есть, да, я думаю, что ничего плохого в этом для зрителя, с точки зрения зрителей, не будет. И представитель спонсора правильно сказал, что у них будет шанс еще раз сыграть против нашей команды. Ну, и потом, я думаю, что у девочек тоже будет шанс еще раз себя проявить. Вот. Ну, для меня глобально, я считаю, что как бы нам не удалось этот отборочный сезон закончить на такой яркой ноте. Ну, вот такой, знаете, как, хоть не мытьем, так катанием проскочили. Будем играть. Я ничего сейчас не жду. Я жду то, что будем играть, и я не буду больше допускать таких ошибок. Но это сложно, да, вот как бы заранее сказать, буду. Но хотелось бы не допускать больше таких грубых ошибок, которые, практически, игру, которую можно выиграть, вот можно так вот по вине капитана проиграть. Большое вам спасибо и удачи в зимней серии.